Вчера у Аллы Довлатовой За афишей в следующий раз Не понравится, уйду Самое главное, что никто не уходит Спектакль шикарный По себе знаю Спасибо Но я хочу что сказать 1 марта был традиционный праздник День кошек Традиционный для нас с тобой Потому что Витя, многие может быть не знают Это практически профессиональный праздник Виктора Логинова Фелинолог со стажем Как? Фелинолог Да, это человек, который кошатник Но мало того, что он просто любит Он еще и знаток, он даже книгу про кошек написал В общем, я Я еще и владелец У меня кот Кекс Сегодня он проснулся И от того, что на меня смотрит Он либо сидит у меня вот здесь На груди А тут он, видно, куда-то встал, сходил по своим делам Я просыпаюсь, голову открываю Он сидит на полу и вот так вот Прикольно Он просто пристально на меня Вставай, тварь Кожаный Ваш велико ржать хочет И не торми меня Вот сегодня, кстати, об этом поговорим Кого коты принимают в качестве покровителя хозяина А кого в качестве прислуги Выясним, кто у нас Витя Прислуга или хозяин Да, ну и, конечно же, Виктор не просто знаток кошек и котов И женщин, я бы так тебе сказала Феминолог Феминолог еще Он еще и талантливый актер В общем, сегодня будем говорить обо всем интересном Ну и, конечно, март, это, безусловно, твой месяц Конечно День театра Да, да Тебя можно И про это имела в виду Я имела в виду И про это в том числе Ну что, сразу после этой песни продолжим про котов Давай Итак, Виктор Логинов сегодня с нами Я сказала, что март, это твой месяц Как ты отмечал 1 марта, день котов? Ой, 1 марта, по-моему, я был на гастролях, да У меня очень плотный гастрольный график Мы со спектаклем «Мастер Маргарита» А уже объехали всю страну и не по одному разу Третий год катаем этот спектакль До выхода фильма наименовый эфир Мы начали это делать И с успехом продолжаем обкатывать его Вот сейчас, буквально, буквально скоро летим Скотов, да, скотов перешел на Волан Да, на Волан А там у нас тоже, между прочим, кот ездит Там есть кот-бедемот Его играет Илюшка Лисицын Замечательный мой партнер Ну все-таки, скажи мне, пожалуйста Давай вернемся к котам Котам? Да День рождения своего кота, отвечаешь? Кексу своего Я не знаю, когда у него день рождения Дело в том, что он достался нам, уже взрослым А, то есть там без паспорта, без документов? Без паспорта, без документов Нет, какой-то породистый Крастобе у него, британский Круглая морда Острые ушки такие, прямоугольные Дреной британский характер совершенно Отвратительный Британский Британский Значит, мне сосед говорит Слушай, тут кот бедный мается Значит, аллергия обнаружилась у хозяина Значит, и они вот его там бабушке отдали Бабушка не хочет Ну он совсем маленький, 4 месяца Я говорю, ну котят Значит, они везут его И за 15 минут до появления этого кота Друг звонит и говорит А, я что-то перепутал Не 4 месяца, 4 года Я говорю, ничего себе Я вместо варежки Получил, да Получаю бегемот Это вот весом килограмма 3, наверное, 4 Ты знаешь, мы говорили об этом Что коты выбирают себе хозяина и прислугу Знаешь, какой критерий? Какой? Вот смотри Тот, кто кормит Это прислуга О, как А тот, кто защищает Это хозяин Как правило Большого, крупного мужчину Кот воспринимает как хозяина И ему он поклоняется И он любит Меня, ты знаешь Ты кто? Хозяин или прислуга? Я не знаю Мне кажется, я сожитель Сожитель Притом Это он Это его территория Да, это ты у него живешь Я у него живу Я у него в гостях Нет, притом не прислуга Но он самодостаточный кот Он, конечно, осваивался, наверное, недели две У меня взрослый кот Понятно Быстро Территория Две недели он ходил по углам Он такой был несчастный Мне жена говорила Как жалко Такой маленький Такой несчастный И по углам Говорю Сейчас, подожди У нас водится И на голове у нас будет сидеть Так, собственно говоря, и произошло Но ты же знаток котов Поэтому Что ж с тобой стоит? Я все знал и ожидал Я хочу сказать, что Вот мой кекс Он Вот он Повелитель мира Вселенной Вот И не то, что прислуга А пыль на подошвах его лапок Прекрасно Замечательно Через несколько минут У нас будет блиц В котором мы узнаем Насколько ты знаешь кошек У нас в гостях Виктор Логинов Мы с Ваней сейчас будем тебя тестировать Да Ну, спор между собачниками и кошакниками ведется Наверное От начала мира И будет вестись до скончания этого света Но, тем не менее Я хочу, чтобы в блице Ты угадал Какой факт относится к котам А какой к собакам Давай, попробуем Поехали Давай Охотники-одиночки Это? Это кошки Молодец Чьих пород больше? Собак или кошек? Собачьих Правильно Молодец Чьи когти более тупые? Собачьи Молодец У кого мощнее зрение? У кошек Да У кого обоняние? У собак А слух? У кошек Шикарно У кого длиннее кишечник? У кошек, я думаю Нет У собаки Я внутренне заглядывал Простите Кого легче дрессировать? Собак Абсолютно точно Скажите, Куклачев Да Ну хорошо Со счетом Я тебе могу сказать Сколько у нас было вопросов 7-1 Шикарно Ты справился с этим блицем Поэтому можно сказать Я, простите, кошек и собак Не разбирал на созданные части Поэтому да Ну теперь будешь знать И все-таки Извини, я тебя перебила Ты так воодушевленно говорил Про спектакль С которым вы куда-то сейчас поедете Ты можешь вот пользуясь случаем Сейчас пригласить людей Я приглашаю людей У нас С начала апреля Стартует тур Мы сыграем спектакль Мастера Маргариты В таких городах Как Рязань Дверь Великолепный город Мытищи О, я там живу О, приходи Приду обязательно Приходи 3 апреля будем 3 апреля Мы работаем Мы работаем А ты перенеси спектакль На 10 вечера А действительно А что Я как кот, между прочим Живу на этом свете Как ты сказал Повелитель мира Повелитель мира Все крутится Вокруг нас Дорогие друзья У нас в гостях Виктор Логинов Витя У тебя есть внук У меня есть внук, да Это твоя Твоя гордость Краса Это круче, чем кот Ты знаешь Сколько ему уже? Год и Полтора Нет, не полтора Год и два Год и два Год и два, да Дело в том, что Дочка моя старшая Анечка Анечка родила его В один год со мной В один месяц со мной Еще и в один день Наверное Ну, с разницей Я скажу, четыре дня Ну, практически И назвала его в честь тебя И назвала его Виктором Это кот Я кот Водолей Я родился в год кота Или год кролика Кота-кролик Он тоже кот Водолей И уже сейчас Она сталкивается Со сложностями Характер Грунюсь Ну, что ты хотела? Не от осинки Не родятся, во-первых От осинки А второе Надо же было понимать Что ты рождаешь Водолея себе Вот Вот такой уже Водолей уже Совершеннезен Скажи, любовь Ой Не-не-не Давай Любовь к своим детям И к внукам Это разная любовь? Ой Я просто детей люблю И внуков люблю Внук пока у меня один Я не знаю Я не делю это на разное Для меня это Вот мы сидим С его отцом С мужем моей дочери И да Накрестили его Вот на крестидах Он говорит Дмитрий Александрович Вот вы смотрите на внука Вы как чувствуете Как внук Или как Как ребенка своего младшего Да Там пословица То есть такая Что как-то первые Первые внуки Это дети Что-то как Ну, ну, я чувствую Как ребенка Все Все наше Да Все наше Скажи мне Как ты отнесся к тому Что Аня назвала Сына Таким же именем Как ты Ну, как бы в честь себя Ну, не только в честь меня Дело в том Что у мужа моей дочери Дед Тоже Виктор Вот И поэтому здесь совпало Слава Богу И никто не был против Все сказали Да, отлично Знаешь, у меня с именем Была интересная история Моя бабушка Которую я практически Не захватила И она умерла Когда мне было два года Я не помню ее Но она всю жизнь Воевала с отцом С моим Вот По любому вопросу Она его не любила Не переносила Собственного сына? Нет А, дятя Взятия, да И когда дошло дело До выбора имени Мне А у меня дядя Его брат Родной Виктор И отец говорит Хочу, чтобы моего сына Звали в честь моего брата Виктор Бабушка перестала спорить Хорошо И только спустя время Я узнал, что она По святкам смотрела На день покровительства День святого Вот это единственный Вопрос Совпало Так и здесь просто Совпало Что еще и дедушка Виктор А как твоя жена Маша Реагирует на внука Все-таки в 25 лет Быть бабушкой Это такое В 26, во-первых Не надо Молодить твою жену Ой, прости, пожалуйста Я все забываю Что 24-й год уже наступил Да, ты что же Вот, ну в общем Нормально реагирует Все-таки часть меня Мой ребенок Так же Да? Да Но она вот Начала с ним возиться Не захотела своего Они просто далеко живут А поэтому редко видимся Прекрасно, редко видимся Кстати, моя Дашка С детства поклонница Витина Я думаю, что А они с Машей Примерно ровесницы Дашка на год младше Я думаю, что Маша тоже была в тебя влюблена Когда вышел счастливо вместе Посмотрела и сказала Я выйду за него замуж Дождешься меня И я дождался Дорогие друзья У нас в гостях Виктор Логинов Замечательный актер И мое счастье Что мой партнер по сцене Жалко, конечно, видишь Что мы так редко играем Наш не понравится Уйду Ой Да Охай, охай Ну потому что Все ты ездишь Все ты Я окипчела Об этом поговорим О твоих городах и весях О твоих турах О твоих съемках А пока хочу поиграть Давай Ты как? Я за игры вообще Играть люблю Но не умею Ну ничего Сейчас у тебя все получится Наверняка Потому что четверо детей своих Да еще и пятый внук Ты только что признался Что любишь детей Люблю Соответственно, значит С ними общаешься Конечно Поэтому играли Сейчас за дверью сидит Мой средний сын Средний сын Саша Да, очень красивый Высокий Эффектный молодой человек Так, ну что Почемучка Почемучка? Часто отвечал на эти вопросы? Конечно Ну сейчас проверим Младший сын Он не за ДК Почему? Прекрасно Почему я не летаю? Я буду сейчас С твоим ребенком Давай Почему я не летаю? Потому что У тебя нет крыльев Но ты можешь полететь В любой момент Как только обретешь крылья Прекрасно А почему Я их до сих пор не обрела? Что для этого надо сделать? Захотеть Замечательно Я хочу Но у меня их нет Так, все Это я тебя отмотломучаю Давай дальше Почему трава зеленая Небо голубое? На самом деле Они могут быть любого цвета Каким ты сам захочешь Можешь раскрасить Любой цвет Трава бывает желтый Небо бывает серым Или белым Или наоборот красным Насмотря в какой момент На него посмотреть Прекрасно А почему верблюд плюется? Некультурное животное А почему корабль не тонет? Потому что он корабль Он из дерева А дерево не тонет А почему железные корабли не тонут? Железные корабли не тонут Потому что Они внутри тоже деревянные А, круто А почему я должна спать днем? Можно не спать Но тогда придется Спать всю-всю ночь Ты же не хочешь спать всю ночь? Нет Поэтому надо спать днем А ночью можно не спать А почему я это я? Потому что кроме того Что ты это ты Я не знаю как ответить на этот вопрос Потому что это ты А я это я А ты это ты А почему в будильнике Звенит звонок? Потому что я его завел А почему червяк весь голый? Потому что он Друг верблюда Это некультурное животное А почему ты говоришь Что у нас нет денег Купить мне очередную игрушку? Ну потому что Ты еще С прошлым не наигралась Мне кажется Ага, еще и коньки не сносила Не сносила коньки Да Спасибо большое Папа Витя Нет, слушай Это тоже такие вопросы У меня младшему 13 лет Я уже забыл Как я отвечал на эти вопросы Ну ничего Ничего Давай Тренируйся Ты тоже изгалялся Что-то проходим Молодец Хорошо Мне понравилось Да Дорогие друзья У нас с Иваном В компании Сегодня Виктор Логинов Всем привет еще раз Вспомни Вот пожалуйста Ну это как видите Мой партнер по сцене И мы играем вместе Спектакль Не понравится Уйду Вспомни Когда тебе предложили роль В нашем спектакле Как ты это воспринял Ой, это было где-то зимой же Там мы начали репетировать В январе Ну первое дело Что я обрадовался Что я буду работать с тобой И с Ольгой Владимировной Конечно же Это мечта Мечта была Поработать и с тобой И тем более С Ольгой Владимировной Народной артистской России Это же необыкновенное счастье Потом я узнал Что материал Который написал Семен Альтов К нему я отношусь С огромным пиететом Когда я прочитал Пьесу У меня был ряд вопросов Я начал спрашивать А кто же будет режиссер Режиссер Андрей Максимков Человек Известный В театральных кругах Да Человек Прославившийся тем Что он создавал Самые веселые театральные капучники В свое время Вот и сейчас тоже создает Да И я понял Что этот человек придумает Как все это построить Как это все решить Решить те или иные Вопросы Поэтому я с радостью согласился Когда все взвесил Все на эти чаши весов Все разложил Взвесил Говорю Да Путь О том как Это Драмедия такая Драматическая Комедийная История О том как Человек Завещал Своё донорское сердце Другому человеку И вот Его родственники Ищут Этого человека И когда премьера фильма Когда Первая часть уже вышла А где В Казахстане Она вышла Это Казахстан Там кроме тебя Все казахи Да А ну понятно Да И еще более того Они все говорят На казахстанском языке А ты Я иногда тоже Скажи что-нибудь показалось Я только сказал Я поражал А еще Сейчас не вспомню Уже год назад разговаривал Скажи все будет хорошо Якши Якши Отлично Наверное я не знаю Оно и будет Якши А по другому И быть не может Потому что мы на русском радио Витя Спасибо тебе большое За компанию Я напоминаю Что впереди В апреле Большой тур С мастером и Маргаритой Ищите У Вити В соцсетях Найдете всю афишу Приходите Буду рад вас видеть Ну и тебе спасибо За то что пришел Спасибо Скажи Не понравится уйду Это же не про нас Нет Мы никуда не уйдем Мы останемся И будем Идите Я остаюсь Давайте Ну что Ну нам понравилось Ну нам пора Уходить Прощаемся Я прощаюсь с вами До завтра До 7 вечера А Ванечка остается до полу Пока-пока Пока Вечернее шоу Аллы Довлатовой Русская радио Оууууууууууха Русская радио